Вечные мысли на злобу дня Действие происходит в Петербурге, в редакции журнала в 1914 году. День первый О чем рассказ? Клеопатра? Родословный кайзер? Нет. Извините, я очень занят. Потрудитесь объяснить, в чем дело. Оригинальный, яркий характер этой женщины, общий колорит ее личной жизни. Причем же тут война? Война ни при чем. Голубушка, читатель требует злободневных, военных рассказов. Откуда вам известно, что требует читатель? Так, извините, мне некогда. Я знаю, и очень даже хорошо знаю, что волнует читателя в настоящий, так сказать, момент. Злободневность. Злободневность. И только злободневность. Ничего кроме злободневности. Хорошо. Завтра увидите. Что? Настоящую злободневность. Я вам истинную злободневность принесу. Дерзайте. Но учтите, рассказ должен соответствовать всем требованиям текущего момента. Будем. Будем соответствовать. Однозначно. В редакции журнала. День второй. Вот. Ну, надеюсь, в этот раз... Останетесь довольны. Так, а злободневность есть? Все ей насквозь прямо пропитано. А военные атрибутики? Пулеметы, батальоны, цепелины и даже фугасы. А-а-а. Миленько, миленько. Посмотрим. Так-так-так-так-так. Батальоны и четыре пулемета. А-а-а. Неплохо, неплохо. Но затем под прикрытием мощного артиллерийского огня. О-о-о, это успех, да. Как выстрелы, фугасы, да-да, цепелин. На исходной позиции. Замечательно, да. С размаху конница спешит. Под ней снегу-то не скрипит. Ну, ладно, это тоже может быть, так сказать, как поэтическая. Как поэтическая, да. Ну, да, как поэтическая, так сказать, метафорка. Да-да-да. Так, а вот это что такое? Где? Вот, пятый абзац. Что с ним? Ну, это какое-то странное здесь написали. Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них. Ну, что же тут непонятного? Ну, направляя их в них, значит, направляя блиндажи в русских. Подождите, разве блиндаж можно направлять? Конечно, если из него целятся. Как же прицелишься, не двигая? Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть? Можно выстрельнуть, можно и не выстрельнуть. Тут кто как хочет. Значит, по-вашему, блиндаж нечто вроде пушки? Вчера штудировала прессу. Это в каждой газете есть. Что это? Русские стреляли из блиндажей. Немцы стреляли из блиндажей. Это и коню понятно. Я не знаю, что там вам с конем понятно. А вот, пожалуйста, в газете написано. Немцы прятались в блиндажах. Что же значит, они, по-вашему, в пушках прятались, что ли? А почему же нет? Если орудие, скажем, 18-дюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правилу воинского распорядка частей внутреннего согласования армии, которые... которые... Черт, взял просто человек и залез в пушку. Нет, 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 так дело у нас не пойдет. Это никуда не годится. Ну, ровно как и следующее писание. Да что? Что именно? Смотрите, пожалуйста, вот. И на Карпатских перевалах, во Львове, Буковине и Черновцах. Ну, что это такое? Вот удельный вес украинского пушечного мяса в русской и австрийской армиях равнозначен. Чужие, аннексионистские интересы. На территории оккупированных западных украинских земель... Зачем эти детали? Ну, при чем здесь украинское пушечное мясо и их земли? Галицийская битва, крупнейшее осеннее сражение, наша убедительная победа. Вот нашу убедительную победу оставить. А пушечное мясо, аннексионистские интересы, оккупированные западные украинские земли полностью убрать. А что же тогда? Это вы меня спрашиваете? Может, про журавлей, которых используют в качестве посыльных? Темочка до сих пор злободневная, вроде бы. Про журавлей-то бом. Ага, тогда можно про собак. Про каких еще собак? Которые переносят приказы на линию фронта в амфорах, прикрепленных к шее. Собаки ползут себе и ползут, а у них приказ в амфоре на шее висит. Категорически нет. Может, боевой камуфляж? А что это? На военные корабли наносится узор чешуи щуки. Противнику со стороны кажется, вроде бы не корабль. Огромная щука плывет. Нельзя, нельзя. Щука теперь тоже в новом реестре запрещенных тем. А что, уже новый реестр вышел? Новый реестр запрещенных тем добавлен в старый реестр запрещенных тем, поскольку содержит новую информацию о новых запрещенных темах. Тогда может про ошибки написать? Какие ошибки? Ошибки противника. А-а-а. Вот это дело. Про врага дерзайте. В редакции журнала. День третий. Нос-нос-нос-нос-нос-нос. Украинскую тему с блиндажами полностью уничтожила. Так. Теперь ошибки с красной строки. Где это? Вот, вот, вот. Он думал, что Англия будет нейтральна. Ошибся. Что это? Ошибки Кайзера Вильгельма. А-а-а. Под заголовок нужен? Да. И все, все, все ошибки столбиком? Да, да, да. В голову не пришло. Правильно, в столбике они виднее. Конечно, конечно. Так гораздо убедительнее будет. Так, второе. Второе. Он думал, что Япония будет против России, да? Этот Кайзер думал и ошибся. Ошибся третье. Кайзер никогда не думал, что Япония будет за Россию. Ошибся четвертое. Он думал, что Бельгия безмолвно пропустит немцев. Ошибся пятое. Кайзер думал, что Италия будет за немцев. Ошибся. Кайзер думал, вероятно, что Италия будет нейтральна. Ошибся. Кайзер надеялся на мощь Австрии. Ошибся. Итого? Семь ошибок. Прекрасно. Тут черту подведем и подпись внизу. Семь бед, один ответ. Хорошо. Вот совершенно другое дело. Так, 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 так. Так вот этого не надо. Так этого категорически не надо, это не годится. Что? Это по шапке могут. Вплоть до закрытия журнала. Напрочь убрать. Чтобы духу этого не было здесь. Да что, где? Да вот, 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 тут, вот тут. Военные действия, пулеметы, это нормально. Вот, цепелин, и фугас, а дальше? Небо синее было. Синее было и что? Секретная информация. В смысле? Небо синее было. По этим словам, вражеские шпионы, читающие наш журнал, смогут догадаться о местоположении боев. Не подумала. То-то. Так, но с другой стороны, в финале, конечно, хотелось бы небольшое, так сказать, лирическое отступление. Вот, знаете, природа, вот, погода, там, или спорт, вот. Это читатель всегда привлекает. Да. Может быть, про русскую зиму? Идея отличная. А в каком аспекте? Я думаю, можно повернуть так. Со времен Наполеона русская зима помогала русской армии громить врагов. Мы горячо надеемся, что лет этак через сто, к 2014 году, русская зима сможет уже самостоятельно нападать на Европу, Америку и даже Китай. Лет через сто, в 2014 году, в следующем веке... Гениально. Правда? Конечно, конечно, моя дорогая. А вашу статью мы заглавим... Пророчество? Ни в коем случае. Ага. Вечные мысли на злобу дня. Вы слушали «Вечные мысли на злобу дня» пьесу Кати Рубиной по военным фильеттонам Аркадия Аверченко, опубликованным сто лет назад, в 1914 году. В спектакле участвовали Марина Ворожищева и Алексей Дубровский, режиссер Дмитрий Николаев, звукорежиссер Марина Карпенко, редактор Жанна Переляева. Этой работой Радио России участвует в проекте Европейского вещательного союза «Звуковые зарисовки мировой войны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова